Ну, в принципе, конечно. Должны быть изменения. Необходимо, если говорить о внутренней политике, то необходимо сплочение страны во имя решения самых острых экономических проблем. Это не только, так сказать, расхожее импортозамещение, хотя и это сюда входит. Понимаете, это прежде всего изменение взаимоотношений государства и общества. Это изменение отношения к коррупции. Но если у нас с интервалом в месяц-полтора вскрываются хищения, и не 100 миллионов рублей, а миллиард валяется в доме в разных валютах, дома, дачи, или 3 миллиарда похищены. Понимаете, это то, что тормозит, конечно, развитие или противостояние всем этим санкциям. А санкции все-таки серьезно влияют на нашу экономическую жизнь, на наше благосостояние, благополучие. И если они продлятся довольно долго, а не продлятся довольно долго, понимаете, то нужны будут какие-то очень серьезные решения для того, чтобы экономика наша не пошла вниз. Но это абсолютно взаимосвязано с той внешней политикой, которую проводит страна. Мне думается, что позиция руководства нашей страны абсолютно правильная. и достаточно гибкая, и достаточно жесткая. Нас все равно вынудят к жестким решениям. Не удастся отсидеться за какими-то половинчатыми решениями, какими-то уступками. Позиция страны должна быть жесткой на внешней политической арене. А это взаимосвязано, понимаете? Нас хотят сломать, мы не хотим ломаться. Поэтому и решения внешнеполитические должны быть очень четкие и очень жесткие. Ложь, которая является основой этой пропаганды западной, она либо требует, чтобы мы оправдывались, либо контратаковали. Ну, нет другой, понимаете, половинчатый. Мы сидим, нас долбят, а мы сидим и не вякаем. Тогда надо сдать все позиции, вступить там в НАТО, еще куда-то. Поэтому, конечно, будут серьезные решения и во внутренней политике, и во внешней политике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова